Купание запрещено. Теперь такие таблички будут установлены на доступных для туристов и местных жителей территориях у горных рек и озер. Все дело в том, что безопасность здесь никак не обеспечивается. И если пляжи у моря уже готовы принимать туристов, то с речными дело обстоит иначе. Люди, выезжая на природу, там где есть доступ к подъезду, к рекам, они не задумываются о том, что, допустим, где-то выше по течению в горах может произойти ливень. И уровень реки, соответственно, когда приехали, был мелкий, можно было перейти спокойно. Он моментально, буквально там в течение каких-то минут подымается резко, и люди остаются замкнутыми на другом берегу реки. Постановление губернатора Краснодарского края регламентирует требования по безопасности на водных объектах. В Сочи нормы этого документа раньше применяли только к морским пляжам. Теперь добавятся и речные. Теперь для того, чтобы мы признали пляжную территорию на реке безопасной, необходимо выполнить ряд основных мероприятий, таких как проверка водолазного обследования дна, обеспечение, установка всех первичных средств оказания первой медицинской помощи, установка спасательных постов, кругов, непосредственно дежурство спасателей на территории пляжа, речного пляжа. С 1 июня в Сочи начнутся рейды по всем объектам турпоказа, расположенным у водоемов, включая территории Кавказского заповедника и Сочинского нацпарка. В рабочие группы войдут сотрудники администрации города, госинспекции по маломерным судам и Роспотребнадзора. По итогам этих обследований будет приниматься решение – запретить или разрешить купание в реке или озере. Такие проверки мы будем организовывать в этом году. И мы обязательно проверим все такие пикниковые зоны, бани у воды, которые у нас организованы в городе Сочи. Таких зон отдыха в Сочи порядка 70. И все они должны быть оборудованы средствами безопасности. Ответственность за несоблюдение норм будет возложена на собственников водных объектов, а также арендаторов. За нарушение закона им грозят не только штрафы, но и приостановка деятельности. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.